Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Dishonored, и в общем, что я хотел сказать, ну, в первых, в прошлом эпизоде мы выбрались из тюрьмы и прибыли в паб под названием Hound Pits, то есть пёси и яма, и в общем-то нам нужно пойти навстречу с лоялистами, чтобы они с ними обговорить дальнейшие действия, в общем, давайте туда как раз направимся. Ну, надеюсь, что они помогут мне найти настоящего убийцу, так, ну, и давайте с ними поговорим. Прибыл наш герой дня. Спасибо. Я,-эмоему, 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 как ты, у нас, пока у нас, который не пройдет о своих правах. И я лорд Шевер Пендлтон. Я представляю нобилитой в нашей группе. Но мы все делаем как равны здесь, в Хаунд-Питтс-Пуп. Это моментальная встреча, Корло. Я буду с вами. Мы строили коалицию лоялистов, для того чтобы закончить тиранину лорда Регена и восстановить трон. В риск от смерти, мы обязаны найти молодую леди Эмилии и видеть ее, как импрессой. Понятно. В общем-то, у них грандиозные планы, но я должен выполнять всю грязную работу, чтобы и потом все это сошло с рук. Ну, ладно, ничего страшного, в общем-то, мы хоть как и должны отомстить, так что, в принципе, согласны на это все. Так, ну и нам предлагают поспать, а перед сном заглянуть к Пьеру. Это изобретатель и художник. Вот, в общем-то, Пьеру в той же мере художник, в какой и механик. В общем-то, ладно, пока что, перед тем, как идти к Пьеру, давайте тут немножко осмотримся. Надо бы пособирать деньги, которые найдем, в общем-то, как можно больше. Они нам пригодятся и как на миссии, так и сейчас, в общем-то, чтобы купить что-нибудь у Пьеру. Так, давайте заберемся наверх, вот сюда. Так, здесь. Третий этаж еще есть. Можешь быстрее идти, братишка. Так, тут есть запись звуковая. Так, две бутылки Донуальска красного, не важно. Ладно, ну, это уже разговоры, которые, по сути, не важны. О, тут есть ключ от комнаты хозяина, папа, ого. Интересно, интересно, по-моему, это и есть комната от... Комната хозяина папа. Так, дневник Федлока. Пока что мне это неинтересно, и вам, если интересно, можете почитать на паузе. Но, по сути, здесь никакой такой ценной информации нет. В общем-то, вот, опять прочитайте на паузе, если... Мы вступили в новую фазу. И мои связи в военных кругах. В общем-то, он рассказывает о том, насколько подготовлен к... к этой, так сказать, к этому перевороту, или как это еще назвать. В общем-то... Ладно, давайте. Ммм... Здесь какие-то... Что-то похожее на стихи, на самом-то деле, но, по сути, это не стихи. Ладно, давайте идем дальше. Надо бы еще пособирать денег. Их тут довольно много, если пройтись. Так, давайте мне яблочко. Точнее, это груша. На самом-то деле. Так, давайте еще здесь. Посмотримся. Так. Это, по-моему, одно и то же. Да. В общем-то, почитаем эти книжки, просто занесем их в записи на будущем. Не знаю, зачем, но пускай будет. Так. Мне нужен был всего лишь ключ. Развернись. А, где я динамик? Так, ну давайте примем здесь вниз, здесь есть монетки, давайте их возьмем. Тоже. Так. Почему я не могу поднять эту монетку? Тяжело. О, все, хорошо. Монетку мы подняли. Так, ну и, в общем-то, на этом пока все. Здесь ничего такого интересного вроде бы нет. Так, здесь не выйти. Ладно, идем дальше. Идем уже к Пьеро. Так, она вот сюда. Отлично. Так, давайте. Ну вот он, Пьеро, механик. Ну, давайте поговорим с ним. Я буду крафтить твои оружия и гиры. Все кастомы. Для тебя я буду создавать инструменты для нас. Для вас я буду создавать инструменты для убийства, но для создания этих инструментов ему нужна плата. Please, why hold this in place? И, само собой, для этого мы собираем все это. Все деньги. Так, давайте почитаем, что здесь. Ну, вы не почитайте, я пропущу. Террибный минус. И он нас просит спустить еще один баг с ворованием. В общем-то, если интересно, опять же, прочитайте. На самом-то деле я все это уже перечитывал по 3-4 раза за каждое прохождение, так что уже на самом-то деле надоело. Но записки я буду читать. Я не собираюсь за это платить. Мешок кристаллического порошка. Тайванская руда. Чем плохи металлы кристоля. Перья с кингспароу. Нужны перья, пожертвуя своей подушкой. Возможно, в академии денег не считали и покупали все, что придет на ум и взбаломошенным ученым. Здесь плачу я. И у нас каждая монета на счету. У нас мало ворваний, еды, эликсира, строительных материалов и еще много чего. Так что советую мирить пыл. Говорю в последний раз, я буду платить только за то, без чего никак нельзя обойтись. Больше никакой медной проволоки и особых трав. Если они тебе нужны, добывай их сам. Полгорода лежит в руинах. И вряд ли кто-то хватится от того хлама, который ты ищешь. Адмирал Хевлэк. То есть это отказ в жаловании для Пьеро. То есть теперь придется нам ему платить для того, чтобы он делал всякие инструменты и в то же время для себя делал, проводил изучение, исследование и так далее. Так. Всякие книжечки. Так. Давайте возьмем денежки. Еще книжечка. И записка. И здесь пункт заправки ворваний. Здесь я не буду читать. Это про то, как заправлять ворвань. В общем-то, давайте возьмем ворвань. Возьмем ворвань. И тут в аудиозаписи, в общем-то, рассуждение Пьеро насчет того, откуда берется ворвань и того вообще, откуда берется энергия. Так, вам давайте поставим ящик с ворвань. И подождем, пока он закончит нам маску. Маска-ассасина. Хех. Маска будет вызывать лишь ужас. Да-да-да. Окей, давай ее уже сюда. Оденем ее. Как ты настроишь? И я уже пойду. Маска-сасина. Вот. Больше сейчас? Я могу создать больше для тебя. Упгрейдов для твоего оружия, оружия, муницины. Но наша ситуация здесь дешевая. В общем-то, вот о чем он и говорит. То есть, мы должны собирать всякую проволоку, все интересные вещи, которые потом Пьеро сможет сбыть на рынке и сделать нам новые предметы, само собой. Так, ну и давайте улучшения посмотрим. Сейчас сделаем линзу, костюмный амулет и второй костюмный амулет. Отлично. Мы сделали все, что только можно. То есть, купили три улучшения. Вроде неплохо. Так. Должно быть, вы утомились. Пойдите поспите. Ваша жизнь станет еще сложнее. Отдыхать пока можете. Ну и это будут мне абсолютно все говорить на самом-то деле. Абсолютно каждый, что моя жизнь станет сложнее и так далее. И все равно будут отправлять меня на задание. Ладно, окей, давайте. Пойду посплю. Так. Задание выполнено. И глава называется в другом месте, хотя это не глава по сути, но такое. Окей, в другом месте. Ну и... Корво просыпается у себя в комнате, но, похоже, это не его комната. И сейчас... Вот, в общем-то. Мы появились вместе. Как же она? По-английски будет, по-русски я не помню на самом-то деле. Ты глубина? Ты ра, что ли? Бездна, что ли? Да, бездна, по-моему, бездна. Здравствуй, Корво. Так, здравствуй, Корво. Привет. Чужой. Твоя жизнь вторая переменилась, верно? Самословно. Да, бездна. Все-таки это бездна. Переводится. И это моя марка. Есть силы в мире и beyond the world. Многие силы, которые люди называют магией. И теперь эти силы будут служить в мире. Нажмите правой кнопкой мыши мгновенно и незаметно переместитесь вперед. Для того, чтобы переместиться вперед. Также вы можете подниматься на более короткое расстояние. Нацелитесь на уступ. И вы переместитесь к нему и тут же подниметесь. В общем-то, все предельно ясно. Так, ну и давайте. Понеслась. Кстати, да, нужно переместить переносно первое значение. Так, ну и давайте прочитаем. Письмо есть. Ты ее не спасешь. Ты ее не спасешь. Ты ее не спасешь. И кто-то решил меня потроллить. Ну ладно, ничего страшного. Потом мы в будущем собьем им эту спесь с лица. Ну или как это сказать. В общем-то. Так, ну и здесь Эмили. И ее держит один из негодяев. В общем-то эти два брата мы потом с ним встретимся и их обязательно накажем. Корло, мне так грустно. Говорят, что ты тоже умер, как мама. Но я не верю. Я решил отправить это письмо в бутылки по реке. Здесь так странно. Мне не нравится. Забери меня отсюда. Если сможешь. Само собой, Эмили. Я тебя заберу. Только немножко позже узнаю, где ты. И тогда уже можно будет отправиться за тобой. Так. Вот здесь еще один флакон с эликсиром. Точнее, просто эликсир. Все. Возьмем. Ох, я могу допрыгнуть. Нет. Лол. Ладно, бывает. Я на самом деле думал, что допрыгну. Но если я хотел допрыгнуть, надо было, наверное, прыгать, а не просто идти вперед. Так. Ну давайте на этот раз не будем рисковать. Просто переместимся. Так. Так. И, наверное, стоит пополнить немножко запас маны. В общем-то, и можно спускаться дальше вниз. Так. Ну. Идем дальше. Так. Вот здесь смогли залезть. Не упали. В. Еще один фейл. А мне это не нужно. Так. Это не чужой. Кровь в ближайшие дни тебя. Что это суровое испытание. Опять же, как я и говорил, любой будет мне напоминать о том, что мне будет тяжело. Угу. Угу. То есть сердце живого масло, нам Чужой дает новый механизм, который нам очень сильно поможет, с ним не только в поиске рун и амулетов, как говорит Чужой, также он помогает в информации. Это очень даже хорошо. Найдешь еще одну руну. Окей. В общем-то, мы берем сердце в руку, и нам показывается руна. Сейчас должны, в общем-то, да, написать, что такое сердце. Взяв в левую руку сердце, вы можете находить амулеты и руны, даже если те скрыты за стеной. Если вы смотрите в сторону амулета или руны, сердце начинает биться и мерцать. Чем ближе вы подходите, тем чаще оно бьется. Вы узнаете все секреты человека и места, если направите сердце на интересующий вас объект. То есть, вот, насчет информации. Если мы нажимаем правой кнопкой мыши, нам, например, скажут про эту бездну. Это место, конец всех вещей. Начало. Как-то так. И если вы уже играли в Dishonored, то наверняка вы догадались, что это сердце той самой императрицы, которую убили в самом начале. Так как, когда она будет на некоторых врагов это сердце и нажимает про окно камыши, она говорит, зачем ты, например... Например, зачем ты меня сюда привел, я не хочу видеть своего убийцу и так далее. В общем-то, пока как-то так. Так, здесь ничего нельзя подобрать. Вроде бы ничего. Ладно, идем дальше. Так, чуть не упал. Открыл называется ящик. Так, спускаемся и руна уже неподалеку. Здесь уже можно сразу наблюдать ее. Не обязательно иметь при себе сердце. Так, ну давайте возьмем рунную эту. Сейчас нам предложат получить новое умение. Сейчас, в общем-то, нам дадут даже выбор. Хотя не такой большой. По сути... По сути, нам дают на выбор всего лишь два умения. И первое, живучесть увеличивает число очков здоровья, что нам, по сути, не нужно, так как мы вряд ли будем получать урон. Ну, если только падать с высоких строений, это будет, да, это будет надо тратить нам здоровье. Но, по сути, нам не особо это нужно. А вот второе, темное зрение, позволяет видеть в темноте и различать силуэты живых существ за стеной. Вы также увидите их поле зрения и визуальное отображение, издаваемое вами шума. В общем, пока как-то так. Давайте изучим зрение, чтобы видеть врагов за стенкой. Нажмите правым окном к мыши, чтобы видеть в темноте и различные силуэты, людей за стеной. Также вы поймете поле зрения. В общем, это я только что прочитал. Вот, в общем-то, здесь написано. Так. То есть сейчас чужой намекает нам то, что мы не одни такие, то, что мы будем встречаться с теми, у кого есть такие способности. В общем-то. Так что иногда будут схватки на раундах. Но я буду стараться их убивать, ну не убивать, а обезвреживать как-то тихо и незаметно, дабы они меня не замечали и так далее. И корово просыпается и понимает, что это не сон. И понимает, что теперь у него есть хоть что-то, чтобы спасти Эмили. В общем-то это его... Такая самая первая задача, как бы, что как-то так. Ладно, здесь что-то есть или нет? Да, есть. Так. Давайте настроим немножко... Немножко раскладку. Немножко раскладку. Шестерочку. О, сердечко. Отлично, давайте его. Пойдем возьмем. Сейчас, а потом пойдем на задание. Так, не падать. Ну и идем в ту сторону, к сердцу. Точнее, к сердцу, а к руне. Так, ну и здесь нам в воде могут попадать спирани, которые будут нас дамажить. Если мы слишком долго будем плавать. Так, свой стиль игры и умения. Руны помогают бороться с противниками и преодолевать препятствия мгновенно и переноситься с крыши на крышу, вселяться в крыс и рыб или замедлять время в бою. В общем-то, очень полезные штуки. И потом все это придет. Ладно, так, давайте-ка сейчас. Сейчас я могу поплавать, но, в принципе, опять же, может пирания начать кусать. Могут. Так что, надо было плывать это все дело. И не натыкаться на них. Так, ну, надеюсь, все еще не наткнусь ни на кого. Да что ж такое? Почему не могу переплыть? Ух, уж эти текстурки. Так, ладно, в общем-то, мы подобрали урон. Давайте быстрое сохранение на всякий случай, а то мало ли что. Так, окей, ну идем к Адмиралу Хевлоку. Сейчас он нам даст новое задание, которое мы обязаны будем выполнить. Что-то как-то так. Ну, приступим. Ну, давай, расскажи мне. Убийство тело-темное. Так, мы уничтожим их медленно. Окей. Я умрет от твоей руки. Но, на самом деле, я его не умею. Но испорчу им жизнь основательно. То есть, и есть еще одна задача найти его записи, и чтобы узнать, где находится Эмили. Это, в общем-то, приоритет найти сейчас Эмили. Ничто другое, потому что сама императрица попросила перед смертью, так как... И как бы это приоритет. Но, пока мы будем ее искать, нам будут подпихивать другие задания, что не очень круто на самом деле. Итак, нас снова не стала девушка. Которого я Калиста, и зовут Калиста. Очень приятно познакомиться. Так. Это чудовище Верховного Осмотрителя. Не совсем. Джефф Карнау. Хороший человек. Окей. Мой дядя человек честный, неподкупный. Хороший, честный, неподкупный человек. Окей, я тебе поверю. И постараюсь его спасти. Хотя не постараюсь, я его спасу. Не переживай. Хотя фейлики могут быть, но... Это такое, это исправляется все. F5, F6. То есть, быстрым сохранением и быстрый загрузкой. Так что, ничего сложного не будет. Так, а я могу что-то... Умение. Я могу улучшить еще живучесть, но это мне не нужно. Так, ладно, давайте к Самуэлю. Правильно, что вы только скажите? Да, конечно. Давай, отвези меня в винный квартал. Так, ну и... В общем-то... Окей, поехали. Винный квартал. Сейчас нам Сэмэль по дороге к винному кварталу расскажет о всех плюсах и минусах этого города. Это будет тяжелый путешествие. В минусах. В минусах. В минусах. В минусах. В минусах. В минусах. Старая ветошь. В общем-то, Сэмэль нам только что рассказал, что мы будем сталкиваться в городе с проблемами, и это не только стражи, но и также какие-то стены электрические, которые тоже можно будет обойти. Также будут банды и уникальная старая ветошь, как он сказал. Так, этот город обречен. Я продал все, и у меня осталась только ты. И буду ждать тебя там, где бульвар Кливлинг Клеверинг упирается в реку. На нашем месте... А, на нашем месте. Мои сбережения помогут нам купить место на каком-нибудь китобойном судне. Без тебя я не уеду. Если ты не придешь, пусть лучше меня сожрут крысы. С любовью, Артур. Да, кстати, в этой игре очень много отсылок к китам. Не знаю даже из-за чего это. В общем-то, в книгах о китах Эмили спрашивала о китах. Много записок про то, что люди хотят быть китобоями и тому подобное. В общем-то, очень много отсылок. Не знаю, к чему это. В общем-то, как-то так. Хотя ни одного кита не видно в игре. Но, по сути, в бездне есть киты. Но они мертвые и там летают вообще. Так что, как сказать. Так, ну, окей. Перенесемся сюда. И здесь у нас есть еда и амулет костяной. Да, давайте посмотрим, что он нам дает. Так, амулеты. Запах крыс. Крысы нападают только, когда вы совсем близко. Ну, давайте наденем. По сути, так себе амулетик. Так, в месяц тепла она была скромна. И писем моих не читала. Мои все... Ну, что-то лекарство от одиночества. Ладно, тут какие-то стихи. Что-то мне не очень хочется читать. А то вдруг... Вдруг буду тупить. Нет, не хочу, не хочу. Уж то-что, а стихи точно не мое. Так что, пока что обойдемся без них. Так, ладно, давайте поплывем дальше. Мы видим человека. Он нам ничего не сделает. В общем-то, единственное, кто нам что-то мог сделать, это бандиты и стража. В общем-то, как-то так. Так, давайте сохраняемся. Ой. Ой. Так, ну и я не ожидал на самом-то деле увидеть этого стражника. Так, давайте сейчас спрячемся. Так, надеюсь, он ушел. Так, давайте все это аккуратно сделаем. Так, быстро сохранение. Сейчас посмотрим, куда этот братишка отправится. Брась, я предупреждаю последний раз. Так, отлично. Он ушел. Какая мерзость. Это она не про меня, это она про крысу. Так, давайте быстро сохраним. Заберем монетки. Идем дальше. И здесь сейчас нас ждет побочное задание. Старый ветош, как раз вот той самой, о которой я говорил сам. Все говорят держаться от нее подальше, и я понимаю, почему. Но пока что, пока что я буду выполнять подобное задание, потому что она дает руны. Я хочу, чтобы мы все руны за игру собрали, так что как-то так. Так, и она испарилась. Окей. Окей, я понял. Так, ладно. Окей, идем дальше. Вниз. И прежде чем мы поговорим со старой ветощей, давайте пособираем все полезные плюшки. То есть, диетовитые дротики есть всякие. Еда, деньги. Также лекарства, то есть бальзам. Окей. Идем дальше. Вроде где-то внизу что-то лежало. Да нет. Ладно. Пташки сегодня грустят. Так, и мы нашли руну. Осторожно, Корва. Редизод и старая ветошь. Уже звучит довольно странно, довольно страшно и странно, так что? Постараюсь. Так. Задать быть осторожным. Необычный выбор. Что ты станешь делать? Ну, по сути, я подумаю и все-таки разберусь с теми ребятами, которые тебя ненавидят. Как бы это странно не звучало, но они ненавидят так же и меня. И они убили, как ни как амператрицу. Так, ну, вроде бы здесь все. Давайте поговорим с короветоша. Так, милый. Нет, это не я. Это ты, мой любезный супруг. Ладно, давайте не будем разочаровать старушку. Окей. Твой милый. Как скажешь. По сути, она говорит постоянно пташек, но на самом-то деле она имеет в виду крыс. Она... Она... Я не знаю, почему она называет крыс пташками, но такое. С визитом, господа. Я слышу их. И они не очень милые. Стоят, господа, 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 дайте нас вон. А, ну, они снова уйдут, если они знают, что для них хорошо. Вот ключ от входной двери, но я пойду не через входную дверь, отнюдь. И у нас есть задание проучить ребят, которые на ту же. То есть, и сейчас нам нужно подняться на второй этаж и обезвредить всех со спины. В общем-то, как-то так. Так, давайте еще F5. Сохранение берем. Так, давайте сохранимся. F5. Поддерживаем. Контрол, чтобы взять этого парнишку на плечи. Так, ну и остались вот эти ребята. По сути, мне нужно всего лишь... Да, кстати, я могу получить новое умение, из которого мне сейчас будет довольно тяжело. Да, это изгиб времени, замедление времени. В общем-то, сейчас мы с ним... С ним уже будет намного легче. Так, ну давайте F5. Сохранение. Они нас сейчас не видят. Так, четыре. Замедление. Также теперь... Так, хорошо. Этих ребят мы обезвредили. Так, все, они уснули. Спите спокойно. Вам ничего не грозит. Вы просто обезврежены, ребята. Так, давайте в карте сложим. Заберем у них деньги. Сейчас откроем вот эту штучку и давайте сложим их в каком-нибудь месте. Здесь есть матрасы. Так, ну, вроде лег нормально. Так, еще одни. Еще один, вернее. Так. Хотя, по сути, на самом-то деле я боюсь, что... Они здесь. То есть их могут запросто съесть крысы. Так. Давайте немножко повыше положим. Все-таки, блин. Что-то лег так же, как лежал. Все. Так. И остался последний. Занесем его тоже и уже положим вот сюда. Так, ну, надеюсь, крысы их не сожрут. Давайте эту дверь закроем и сейчас поднимемся к ветоши таким путем. Таким образом. Ладно. Ну, и давайте спускаться. Давайте F5. Быстро сохранение. Так, я вроде нажал. И сейчас она очень долго будет. Давайте на самом-то деле. Ты мой храбрец. Подарок? Ну, давай. Мне вот был чужой. То есть сейчас она сказала... То есть намек на то, что она связана с чужим. Значит, возможно, у нее есть такие же способности, как у нас. Но хотя, если бы я был повнимательнее до этого, когда телепортировался на балкон, можно было бы зафиксировать тот момент, как она блинкуется куда-то. В общем-то, как-то так. Так что, можно сказать, что у нее есть некоторые способности. Так, ладно. Давайте. Быстро сохранение. Я возьму руну еще одну. Я надеюсь, что ты любишь этот подарок, который я получил для тебя. Это самое главное, что я могу сделать для меня вернуть в эту дверь. Да, не за что, не за что. Мелые люди. Слэкджов. Уже всех. Не скажи, не скажи, в дальнейшем он мне поможет. Знаешь ли? Дам тебе еще подарочек. Вырезанный из кости мертвого кита. А, понял, почему отсылка кита. Потому что он и делается из кости китов. Хотя, по сути, это такое. Не такая уж и понятная связь. То есть, и она сейчас дает нам задание, по сути, в котором гласит, что нам нужно добыть потроха чумной крысы и заразить инокурние зелья. Калевлинг жил, по крайней мере. Вот было время. Торопись. Мои цыплятки проголодались. Милые мои цыпо-цыпо. Ну, это... Да. Это все-таки не цыплятки, а крысы. Но это будет известно чуть позже. Немножко, конечно, проспалили. Но надеюсь, вы на меня не в обиде за это. И, окей, сейчас еще будет одно задание. Нам нужно будет обезвредить двух ребят. Вот они, по сути. И сейчас нужно будет давать F5. Сохранимся. Нет, сразу заметил меня. Нет. Быстрая загрузка. И попробуем еще раз это все сделать. Только как-нибудь по-другому. Давайте куда-нибудь вот сюда зайдем. Так, давайте замедлим время. Так, падай уже. Падай. Так, все хорошо. Отлично. Ну, с этими ребятами я разобрался. Так, давайте возьмем в руки сердце. Кстати, да. Здесь неподалеку есть место, где есть амулет. За ним мы само собой сходим. Так, I'm trapped. На ловушке. Я понял. Ну, подожди сейчас, секунду. В таком случае этих ребят засейвлю от крыс. Для того, чтобы они не погибли. И теперь иду к тебе. Я тебе, брат. Так. Я хочу спросить о маске. Я не хотела бы увидеть мою лицо, что-то не увидел, что-то взбивая степь вот так. 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 Ты знаешь что? Я вернусь вам, что-то я вернусь. Вернусь к Грифшоте. Это моё бизнес. Окей. Ну, ты был. В одной из них. Но сейчас я уменьшил, что-то из-за чего-то из-за чего-то, когда город умирает. Если вам нужны, то я не помню, что-то платить. все за дешево можно сказать пол цены вырезать все цены на ядовитые дротики точно пол цены за ядовитые дротики платить в общем-то ну он такой такой себе бомжик в этом мире хотят все может сказать бомжи так 167 это случайно не кота какого-нибудь сейфа так ну по сути в этом мире все таки и он просто собирает все вещи потом их продает что довольно неплохо для нас так давайте соберемся сюда возьмем амулет тут амулеты говорят костяные амулеты приносят моряку удачу искусство резьбы по кости пришло из древних времен когда она придавалась от отца к от сыну от старых мастеров к молодым матросам которые недавно поднялись на палубу в те времена для резьбы использовались бивни ледовых моржей и огромные клыки медведей населявших островах север от тивии с развитием китового промысла стали использовать кости этих огромных животных из них вырезали амулеты которые поют в ночи и передают мужчине силу или же не дают женщине забеременеть ничего себе не знал не знал насчет этого на самом деле вот эту книжку я никогда не читал но сейчас я решил ее прочитать на самом-то деле да не знал не знал так окей давайте быстрое сохранение на всякий случай чтобы ничего плохого не произошло и сейчас нам нужно каким-то образом давайте кстати зайдем к парнишке которые но мужичку так сказать который основан очень интересные сушки точнее удаст нам чертежи чертежи улучшения оружия так вот чертеж усиление усиленных линз и чертеж формула и что-то там так ну дротики мне пока наверное это хотя нет давайте возьмем один дротик так и здесь есть еще арбалетные болты так ну давайте заберемся сюда так ну и в общем здесь соберем всякие предметы если вам интересно вы само собой это все сможете прочитать на паузе так вот это почитаю и вот эту книжечку как-то так ладно в общем то книжки мы прочитали теперь осталось зайти вот сюда здесь тоже есть очень много плюшек за которые нам заплатят так и есть здесь монтажный инструмент который может изменить стену электрическую которая будет меня не атаковать не будет но будет атаковать стражников что очень даже неплохо так ну давайте теперь дальше так соберемся сюда и сюда отлично так ну и теперь пробираемся в контору гальвани вроде бы она так называется вроде бы эта контора то что это место гальвани понятно вот контора это или нет лишь как-то по-другому называется я не знаю так и здесь есть что-то это 10 монет круто давайте возьмем пойдем дальше здесь ничего интересного впереди руна есть давайте зайдем в эту контору в эту самую контору так здесь сразу нам тут хлебушек давайте быстро сохранимся и тут есть сейф я не помню я сейчас на пароль ну ладно ничего страшного здесь где-нибудь мы сможем найти ту самую ту тот самый пароль немножко попродив я на самом-то деле не помню где-то записка так что ничего обещать не могу да давайте здесь откроем бойцы я побор от уредов на гальвани рак нить наклеиваются следует То есть, королевский лекарь, это Соколов, который мы видели в самом начале, который рисовал картину. Потом у нас будет задание с ним, само собой. Когда мы поженимся. Надеюсь, что нет, не это будет. Так, окей, ладно, и ждем, пока братишка подойдет сюда поближе, и мы его усыпим. Так, давайте. Сейчас положим этого братишку где-нибудь в интересненьком месте. Как-нибудь сюда. Эээ, под голову. Под голову этого. БК, чтобы когда он проснулся, он просто офигел. Хотя, не знаю, офигеет или нет. Так, и вот, по-моему, записка с паролем. Нет, любеза миссис Бэй, там, да, это техника безопасности. Гиены или как-то так. Так, ну давайте здесь осмотримся. Может, что-нибудь интересное найдем. Так, здесь есть, кстати, денежки и записка. Гальвани. Последний ящик с необходимым вам материалом прибудет на этой неделе. Поосторожнее с белым фосфором. Удержали, если у вас разовьется фосфорный некроз челюсти, как у тех бедолаг-дубильщиков. Достаточно, чтобы вынуждены работать тайно. Вивисекторы были бы очень довольны. Да, что там. Они были бы в восторге. Вскрытие крыс должно проводиться на городской площади, в окружении толпы, любознательных студентов, а не в грязной тайной комнате среди пыльных фолиантов. Впрочем, вам еще повезло, что у вас есть старый друг, который никогда не покидал Академии. Дайте знать, если вам еще что-то понадобится. Но имейте в виду, может уйти целый месяц, чтобы собрать очередную посылку. Ваш собрат в науке Артемис Мур. Мастер закупок и распределения Академия Натурфилософии Южное Крыло. По скриптуму, если окажетесь в наших краях, заглядывайте в гости, из-за чумы мы редко видим новые лица. Буду радость угостить вас тайваньском бренде. Ну, само собой, это не к нам обращение, но довольно круто. Было бы попробовать тайваньский бренди, хотя я сам по себе не пью, но такое. О, есть. Что-то есть, что-то вижу. Что-то есть в этой комнате. Я на самом-то деле думал, что это такая пустая комнатка, но нет, нет. Что-то интересное могу найти. Так, ладно, окей, выходим из этой комнатушки и выполняем задание. То есть нам нужно зайти в подальнюю комнату. Сейчас, в общем-то, мы это сделаем. И здесь заберем внутренности крыс для задания. Также возьмем пару-тройку монет, зелья. Так, вот отрывок из какой-то книги. Так, это закрыть. И закрыть комнату. Давайте покрутим глобус. Почему-то и нет. Так, и сейчас у нас будет сведения обновлены. То есть это, когда речной хрустак раскрывает раковины, чтобы плюнуть кислотой, он особенно уязвим. То есть это будущие враги, которые появились благодаря чуме. Но пока еще не скоро мы с ними встретимся, так что пока что нечего бояться. Так, здесь книжка. То есть и в аудиозаписи сейчас Гальване рассказывают про крысы, что-то там делают и тому подобное. Так. Так, ну и сейчас стоит дождаться эту девушку и потом забрать у нее ключ. Хотя не знаю на самом деле, зачем он мне. Так, дай ты мне свой ключ. Ключ от здания Гальване. То есть я могу открывать абсолютно любую дверь. Весь город разрушили. Ну да, ну да. Блин, я не нашел так пароль. Ой. Так, давайте F5. По-моему, он где-то наверху был. Точно в лаборатории Гальване, точно помню. Но не помню. Давайте ее обезвредим. На всякий случай, чтобы здесь спокойно передвигаться. Чтобы не было никаких казусов и тому подобное. Так, открываем дверь. И давайте положим ее куда-нибудь на стол. Куда-нибудь на вот этот стол. Так, нет. Я хотел ее положить. Так, ну в общем-то все. Как-то не особо элегантно ее положил. Она все-таки леди. Так что надо с ним быть. Немножко. По-моему... Так, где-то на этих написано, если не ошибаюсь. Потому что нужно смотреть абсолютно везде. Везде может быть написано. Это все на картинах, что ли. А, вот. Вот, все. 287. Отлично. Все. Код от сейфа мы знаем. Так, давайте закрываем. Закрываем. Отлично. Ну и можно прыгать вниз. Блин, хотя я ее положил на очевидное место. Так, что мою жертву найдут. Не знаю, но это не отразится на том, что меня вообще не заметят. Мне главное сделать так, чтобы меня вообще не заметили. Так что... Такое. Так, ну давайте здесь сейчас разобьем эту штучку. И пойдем к сейфу. Блин, уже успел забыть пароль. 2, по-моему... 287, что ли. Так, что-то я прокрутил. Так, 2, 8, 7... Да, так, все. Все, пароль правильный. Так, давайте закрываем это все. И чтобы не было подозрений... Как-нибудь вот так сделаем. Так, хорошо. Давайте F5, быстрое сохранение. И выходим назад на бульвар Кливеринг. Так, в общем-то... И сейчас идем в винный квартал. Точнее, не в винный квартал, а на винокурню. Дабы... В общем-то, заразить... Эликсир. Точнее, заразить... Бочку с этим эликсиром, который они готовят. Который, как бы... Они подделывают. В общем, как-то так. Так, ладно, сейчас, в общем-то, проверим все это. То есть, не проверим, а сделаем. Само собой. Так, тут можно побегать. В принципе, здесь нет врагов. Так что, пока что можно побегать. Блин, у меня уже заканчивается зелье. Так, ну... Давайте спускаться. Так, здесь есть еда. Давайте съедим. Так, а у меня больше нет костейных амулетов. А, есть быстрый боец. Оружие в руке не замедляет вас. Давайте возьмем. Давайте, давайте. Так, где-нибудь еще есть костейные амулеты или нет? Вроде бы нет. По-моему, в винном квартале есть. Так, быстрое сохранение. Войти. Да, на винокурне данного. В общем-то, го. Сейчас заразим. Сейчас по-быстрому, по-тихому проберемся. Нас никто не заметит. Надеюсь, надеюсь на то, что нас никто не заметит. Что все может получиться очень плохо. Так, обезреживаем ловушку. Получаем зажигательные болты. Так, облинкуемся. И идем дальше. Так, и здесь сейчас будут разговаривать два парня. В общем-то, и мы должны дождаться, пока они уйдут отсюда, чтобы спуститься и достать вон тот ключик. Вроде бы без него нельзя попасть на старую винокурню. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, как получится. Так, окей. Подождем, пока эти ребята уйдут. Так, раздавят крысу, само собой. И все, ушли. Отлично. Так, ну и мы проходим на винокурню. Так, теперь закрываем дверь, дабы не было никаких подозрений. Хоть их и не будет. Здесь есть растяжка, так что сюда лучше не идти. Так, давайте F5. Быстрое сохранение. Так, здесь есть книжки. Окей. Если что, прочитайте. Так, Крекстон. Завтра я проверю новую партию. Но в этот раз не забудь надеть штаны и строго соблюдать рецепт. О, при чем тут штаны? Первая часть. Одна часть эликсира Соколова, одна часть пасты из буквы Смолы, две части подслащенной воды. Это все. Чем больше настоящего снадобия ты добавляешь, тем меньше эта зараза распространяется. И тем меньше монет я зарабатываю. Мы тут неблаготворительностью занимаемся. Слэкджов. В общем-то, вот о чем говорится. То, что они подделывают эликсир и делают его менее эффективным. В общем-то... Как-то так. Так, здесь ничего нет. Ну, давайте откроем эту штучку. Сейчас проникнем. Так, проникнем сюда. Так, пружинная мина. Но это мне не надо, потому что это штука для убийств. Так, но собирать все равно нужно все. Так, берем вот эту штучку. Поедим. Так, ну, вроде бы здесь все. А, нет, вот еще ящички есть. Денежки. Так, забираемся сюда. Так, и теперь быстро сохранение. Так, ну и давайте наканемся сюда. И вот сюда. Так, ну и давайте потихоньку ждать, пока будет пополняться мана, чтобы она не тратилась слишком сильно. И если вы начинаете сюда идти, лучше вот этого парня, который возле двери обезвредить, потому что он может зайти и заметить вашу жертву. Не очень круто на самом-то деле. Так. Забираем его с собой. Пока что его положим сюда, потому что если мы положим его на стол, то нас услышит тот человек, который под нами находится. Не очень круто на самом-то деле. Давайте быстрое сохранение, чтобы если что, нас заметили. Так. Обезвреживаем также вот этого парнишка. Так, там и растяжка. Вот такое. Ладно. Так, ну и давайте подумаем, куда их положить, этих ребят. здесь, в общем-то, крысы везде. Давайте почитаем книжечку. Кстати, а можно ли их положить на эти доски на переде? как же их? Вот эти штуки. Так, давайте сделаем вот так. Главное, чтобы он не разбился. Давайте F5 нажмем на всякий случай. А, нет! Нет, давайте F6, потому что я боюсь, что он если упал, то разбился. так, чуть левее. Так, все, все, вроде бы держится. Вроде бы держится парнишка. Ой-ой-ой, F5-сики мои, F5-сики. Так, а смогу ли я? Да, смогу сюда забраться. Так, ну и давай теперь сюда. Заберем здесь амулет, где он? Фак! Надеюсь, он не разобьется, если упадет отсюда. Так, и мы получили новый амулет. Духовность. Зелья немного лучше восстановляет ману. Ну, давайте возьмем. По сути, даже неплохо. Ну, да, надеюсь, что не разобьется. И мне не засчитают убийство. Хотя, по сути, это может быть вполне. Нет, я все-таки переживаю за того парня, так что давайте, наверное, его положим куда-нибудь на газетный столик. Наверное, потому что это не дело. Так, давайте, выпьем зелье и прыгаем вниз. Да, все-таки положим его сюда. Главное, чтобы они не погибли. Это самое главное. Вот, в общем-то, все. Так, быстро сохранение. Давайте теперь выполним задание. Все-таки заразим всю воду, которая здесь есть. Так, тут есть предметики. Можно их поизучать. Так, следующая партия. Семья Табла в 4 порции. Семья Гремлинг в 3 порции. В общем-то, заказы. Заказы. Так, давайте монетки возьмем. Также приладить пустую склянку к крану, повернуть в вентиль, забрать полную склянку с эликсиром, повторять, пока дистиллятор не опустит. Так, извиняюсь. Что-то уже начинает заговариваться. Точнее, уже ком воздуха в горле, из-за того, что так много говорю. Так, в общем-то, ну, задание выполнено. Теперь мы должны подойти к старой ветоши и просто получить нашу руну. И все. В общем-то, задание на этом закончено. Так, давайте эту штучку мы обезвредим и пойдем дальше. Так, здесь, в принципе, можно выйти. По сути, я бы не советовал. Так, окей. В общем-то, нас, по-моему, никто не заметил. Хорошо. Так, F5, открываем и быстро двигаемся вот сюда. Блин, меня заметили. Так, и надо бы как-то поаккуратнее это все сделать, дабы не задевать всякие там всякие там склянки. Да, е-мое. Так, ну, по сути, он меня не заметил, да? Или нет? Ну, говорит, крысы. Хотя, по сути, я могу найти трубы, переместиться. Давайте попробуем туда. Я просто не могу, как бы, ну, я могу все это сделать качественно, но боюсь, что все-таки статистики покажут, что меня заметили. Так, да, давайте переместимся сюда, чтобы будет поудобнее. Так, давайте немножко попьем эликсира. Так, и внизу стоит человек, так что по низу мы не проберемся. Давайте переместимся сюда. Подождем, пока пополнился эликсир. Пройдем дальше. В общем-то, все. Так, окей, идем на Боттл Стрит, идем к Ветоши, получаем нашу руну, и на этом, наверное, закончим на сегодня, потому что эпизод довольно уже долгий, я уже очень сильно устал, и, в общем-то, как-то так. Ладно, хотя нет, не буду тратить пока ма, но давайте пробежимся, здесь все равно нет рогов, так что, надо бы. кстати, я там слышал крыс, они случайно не сожрали, этих ребят. Да, вроде бы нет. Ладно, давайте поговорим со Старой Ветошью. что ты меня не подведешь. Сейчас я могу путешествовать по воде, перед, в письме, и не забывай от этого небольшого подарка. Пойдем вверх, дорогой. Сходи-ка наверх. Окей, давайте сходим наверх, возьмем нашу руну. Она ржет. Даже как-то странно. Ладно, берем руну. Так, и мы можем улучшить свои умения. В принципе, можно улучшить темное зрение для того, чтобы видеть предметы. Но я бы на самом-то деле улучшил перенос, и для этого просто нужно дождаться очередной руны. Она тут недалеко находится, так что это пока все. Ну, окей. Ладно, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Следующий эпизод выйдет через день. В общем-то, ждите следующего видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал также. И до скорых встреч. Всем пока-пока.